Всем привет! Сегодня будет обзор из магазина Светофор, город Новосибирск. Приятного вам просмотра! Давайте пройдемся по данному адресу. Давненько я не была по этому адресу. Что здесь интересное? Первое, что мы видим, это туристические столы. Будет скоро очень актуально. Есть две расцветки. Все хорошо, аккуратно разложено. Размер 70 на 50 сантиметров. По стоимости 1160 рублей. Столешница сделана из МДФ ламинированного. 286 рублей. Наличие табуретки. Они складные туристические. Очень удобно. Есть разные расцветки. Все темные. Синие, темно-серые, я бы сказала. Ближе к черному. Указано, что выдерживает до 120 килограмм. Также заметила вполне в приличном количестве. За 1106 рублей. Это у нас Евровагонка. Сделана из лиственницы. В наборе 10 досок. В наличии также есть еще кресло подвесное. 9822 рубля. Называется Кокон. И здесь довольно-таки, мне кажется, такое вот хорошее крепление крепкое. Здесь металл. Ничего не шелыхается. Не двигается. Вполне смотрится достойно. В комплекте есть кресло. За 1055 рублей. Стул интерьерный. Есть две расцветки. Темно-коричневый и светло-коричневого цвета. Ножки металлические. Обивка здесь флок. И ткань эко-кожа. Выдерживает до 120 килограмм. В наличии есть еще этажерки. 2183 рубля. Точнее, это стеллаж. Здесь 6 полочек. ЛДСП. Высота стеллажа 157 сантиметров. Только одна расцветка. В наличии также есть и другие напольные вешалки еще. Обычно они бывают в черном и белом цвете. Черный более практичный. Высота 173 сантиметра. В собранном варианте в белом цвете. Сейчас я вам показываю, как он выглядит. Есть еще и другой вариант стеллажа. Он полностью металлический. И здесь 6 секций. Высота 189 сантиметров. Есть белая расцветочка и темная. Темно-коричневого цвета. В основном остались белые. По стоимости 1731 рубль. Конструкция выглядит вполне добротной. Не хлипкой. Есть еще различные полочки. Вот такая вот зигзагообразная. Сделана из ЛДСП. Есть еще и комоды. Пока я смотрела данные комоды, подошла ко мне женщина и сказала, что не очень хорошего качества данный комод. Стоит он 3848 рублей. Так как здесь такие вот, я не знаю, если правильно говорю, направляющие. Металлическая вот эта внизу палочка. Она должна быть посередине. А если она снизу, то будет служить не так хорошо и долго. Если вы знаете что-то об этом, пожалуйста, напишите в комментариях. А так комод смотрится вполне красиво. Еще в наличии есть столы. Практически 2000 рублей. ЛДСП. Цвет белый. Но, к сожалению, в собранном варианте их нет. Только вот так сложены с толпочкой. Жаль, что никакой картинки и ничего нет. Это производство Россия. И 392 рубля есть полочка, кубик, Т-образный и зигзаг. Я вам уже показывала этот зигзаг. Сейчас я вам напомню. Цена очень хорошая. Многие спрашивают, показывают, когда я делаю заказ из Фаберлик. Что я приобретаю. Повторная моя покупка. Это гель ультраконцентрат для мытья посуды. Очень хорошо все пенится, все отмывается. Поэтому повторила я покупочку. Решила попробовать купить шампунь против перхоти. Надеюсь, понравится. И будет помогать. Так как у моего мужа появилась перхоть. Поэтому надо избавляться. Еще закупилась я гелем для душа. Такая вот малышка. Здесь 200 мл. Пахнет изумительно. Запах арбуза, дыни. Просто невозможно. Следующее это бальзам для волос. 3D объем называется данная серия. Я приобрела не только бальзам, но и шампунь. Сейчас покажу. Надеюсь, понравится. Выглядит добротно. И запах мне очень понравился. Такой легкий, приятный, как парфюм. Без травяных сборов не обошлась я сегодня. И опять заказала травяной сбор Артра. Это для моей мамы. Здесь огромное количество хороших трав. Поэтому приобрела. Еще здесь вариант для иммунитета. Это для меня и мамы. По вкусу мне он очень понравился. Поэтому повторила заказ. Его буду постоянно брать. Это у нас для желудка. Называется гастро. У меня иногда бывают проблемы с желудком. Поэтому приобрела. Буду пробовать. Все мы, конечно, красимся. И надо смывать косметику. Это двухфазное средство. Перед применением. Насколько я поняла, надо встряхнуть, чтобы макияж лучше смывался. Буду пробовать. Следующее. Это у нас тоник для черных точек. Да, у меня есть черные точки на носу. Поэтому, надеюсь, этот тоник мне поможет. Следующая. Это краска для волос. Для моей мамы. Она часто красится. Указано, что здесь полное прокрашивание седины. Поэтому будем тестировать. Надеюсь, подойдет. Здесь у нас маленькие пробники парфюма мужских. Меня попросил муж перед покупкой. Думаю, выбрать какой-то из них. Две помады заказала моя мама. И показываю футляр. Очень понравился. Выглядит стильно. На магнитной такой защелке. И цвета это просто невероятно. Такие вот интересные, дорогие. Следующее. Это арома спрей для постельного белья и тела. Пахнет невероятно. Если вы будете приобретать, не пожалеете. Следующее. Это у нас термобелье. Заказали XXL. Максимальный размер. Прошлый раз приобретали и решили повторить покупку. На ощупь приятный. Действительно теплый. Нитки все. Идеально прошитый. И внутри небольшой вот такой, как начосик, как флиз. В черном цвете. Вроде бы есть разные расцветки. Черный, конечно, более универсальный. Поэтому заказали именно его. Здесь тоже покажу все швы. Мне понравилось качество. Еще купили атомайзер для парфюма. Это для моего мужа. Выглядит стильно. Вот такой вот у меня заказик получился из Faberlic. Есть еще короб складной. 167 рублей. Текстильный. Он идет с крышкой. Очень удобно. Кто-то уже здесь повредил. Или случайно оторвали. Такие вот голубые. Только в наличии их очень много. Свежий очень завоз. Вовремя я подъехала. И сразу показываю вам. Да, только в синем цвете. За 1447 рублей сушилка для белья. Напольная, вертикальная. Здесь три уровня. Вот так это все выглядит. И многие писали очень хорошие отзывы. Что легко собирается. Смотрите, сколько много интересных товаров. Первое, что мы видим, это набор ковриков. Размер ковриков 50 на 80 и 50 на 40 сантиметров. Есть самые разнообразные расцветки. Очень красивый оливковый цвет и фиолетовый. Стоят данные коврики 588 рублей. И производство это Китай. Высота ворса 2,2 сантиметра. Будет очень мягко ходить по данному коврику. Рядом заметила за 303 рубля еще коврики. Это коврики уже из Эва. Многие нахваливают. Так как они многофункциональные. Размер 50 на 80 сантиметров. Есть самые разнообразные расцветки, формы, ячеек внутри. Далее у нас коврик предверной. Они в сером цвете, только в данном светофоре. Снизу есть такая вот подложка, чтобы не скользила. Стоят они всего лишь 209 рублей. Размер 80 на 50 сантиметров. В данный светофор тоже завезли полотенца махровые. Стоят они 149 рублей. Очень приятные на ощупь. Многие писали, что им не нравится вот такая вот декоративная. Полоски, бордюры, что шоркается. Шоркается кожа от данной полосочки. И становятся они очень приятны. Размер полотенца 50 на 80 сантиметров. Здесь самые разнообразные расцветки. Серый особенно мне понравился. Кстати, это 100% хлопок. И производство это Узбекистан, как обычно. Еще что из интересного. Давайте посмотрим. 867 рублей. Это плед покрывалом. Размер 180 на 200 сантиметров. Давайте поближе посмотрим. 100% полиэстер, но на ощупь приятные плюшевые. Есть коричневые, серые и розовые. Такие вот спокойные оттенки. Также заметил и в бежевом цвете. Хорошее разнообразие цветов. Не вырви глаз, так сказать. Что еще интересное. Есть подушечки различные. Одеяло в наличии. Такая вот анатомическая эффектом памяти. Размер 40 на 60 сантиметров. Многие писали только хорошие отзывы. Но первое время есть запах. Поэтому надо выветривать. И буквально через пару дней уже запаха нет. А подушечки лебяжий пух очень даже ругает. Пишут, что не очень хорошие. И быстро все комкуется и неудобно. Ценник я вам показываю. 689 рублей штора рулонная. Размер 60 на 160 сантиметров. Цвета в ассортименте. И все такие вот спокойные. Песочного цвета, в коричневом цвете. Производство это Китай. Давайте поближе выдвину. Как выглядит данная штора. Называется Жаккард. Такое вот красивое название. Мне особенно коричневые понравились. Как мне кажется более практичный. Такой вот потемнее вариант. Что еще рядом я заметила. Это у нас линейные светильники. Вот такие вот. Широкие довольно таки. Данный светильник стоит 205 рублей. И отзывы самые такие вот противоречивые. Это кстати светодиодный светильник. Кто-то пишет, служит годами. А у кого-то тут же практически перегорает. Видимо это как рулетка. Кому как везет. Есть еще и тоненькие. Тут у нас розетку сразу видно. Точнее вилку. Что можно воткнуть так сказать. И уже все работает. Поближе вам все показываю детально. Данный светильник тоже светодиодный. И по цене также 200 рублей. Цена конечно демократичная. Главное чтобы еще и служило хорошо производство. Это Россия. Еще новиночка. Это тепловая пушка. Электрическая. Вот так она выглядит. Показываем более детально. Два режима обогрева. Регулировка температуры стоит 1531 рубль. Производство это Китай. Есть еще обогреватели из кварцевого песка. 2577 рублей. Вот так он выглядит. Надо не прикасаться. Когда он работает. Видимо сильно очень греет. И данный обогреватель напольный. Производство это Россия. Если вы вдруг брали данный обогреватель. Пожалуйста пишите в комментариях. Давайте помогать друг другу отзывами. Смотрите у нас все чайники разобрали. Буквально одна штучка осталась. Хотя в основном только плохие отзывы. Быстро перегорает и так далее. Поэтому не советуют покупкам в комментариях. Стоит такой чайник 538 рублей. Хотя подождите. Видимо в этой большой коробочке тоже есть чайники. Только не распаковали. В наличии есть еще измельчители пищевых продуктов. Электрические. Многие писали как раз таки хорошие отзывы. Очень легко работает. Сделан из пластика. И по стоимости 939 рублей. Производство это Китай. Идем далее. Сотейник. Диаметр 26 сантиметров. Стоит 827 рублей. В наличии их довольно таки много. Показываю со всех сторон как выглядит данный сотейник. Здесь такая идет имитация мрамора. И это производство Россия. Качество мне кажется хорошее. Такая она тяжеленькая. Есть еще в наличии жаровни. Идет с крышкой. Что очень удобно. Здесь есть подробная информация. Диаметр 26 сантиметров. И с другой стороны указаны другие различные функции. И по стоимости 1256 рублей. Очень доступная цена. В наличии еще есть многофункциональные вот такие вот доски разделочные. Можно мыть овощи, фрукты. И тут же резать их. Разделывать так сказать. Но они конечно немного марки. Так как белый цвет видим до какого состояния можно ее довести. Но если регулярно мыть. Я думаю ничего страшного не будет. Сделана она из силикона. Что здесь еще интересное. Различные сапоги, галоши. Ценник я вам показала. Давайте посмотрим непосредственно товар. Вот такие вот сапожки теплые. Внутри искусственный мех соответственно. И подошва Эва. Такие вот синенькие. Тоже симпатичные. Есть еще и фиолетовые. Кто-то говорит, что это бескусица. Но мне кажется, если где-то в огороде. У кого-то частный дом. Почему бы и нет. Комфортно, удобно, тепло. Есть еще бордовые. Бордовые мне больше всего понравились. Также есть и детские. Сверху здесь есть молния. Чтобы удобно было одевать на детскую ножку. Идем далее. Набор контейнеров 162 рубля. Только положительные отзывы по данным контейнерам. Здесь их 5 штучек. Производство это Россия. Что очень классно. Сделаны они соответственно из пластика. Я думаю нужно присмотреться, если вы ищете контейнеры. Идем далее. Тут у нас огромное количество везер. Вот такие вот коричневые. Писали и хорошие отзывы, и плохие. Что быстро отрывается ручка. А у кого-то все хорошо. 159 рублей и тазики. Производство это также Россия. Набор для уборки 759 рублей. Она идет с микрофиброй и ведром с отживом. Тут две в комплекте насадки. И здесь на 14 литров ведро должно быть. К сожалению, образца нету без коробочки. Также есть вазон 239 рублей. Кашпо. Здесь 12 литров. Смотрится очень красиво. Такой вот античный стиль. За 115 рублей завезли уже почва-грунт универсальный. 12 литров. Поближе показываю брикетики. Только добавь воды, как говорится. Подходит для овощных и цветочных культур. Потихоньку все уже закупаются для сада и города. Поэтому актуальный товар. 239 рублей лопата. Штыковая. Если я не ошибаюсь, в ударении вот так они выглядят. К сожалению, в открытом состоянии я не нашла. Сделана из рельсовой стали. И, кстати, она идет без черенка. В прошлом году они продавались и писали только плохие отзывы. В наличии есть еще щепа. 109 рублей. Она идет из ольхи. Для копчения мяса, рыбы, птицы и так далее. Для мангала и гриля. Такая вот упаковка на 3 литра. Это чугунная посуда. Чугунная сковородка-гриль. Диаметр ее 28 сантиметров. Очень-очень тяжелая. Если честно, такие не люблю тяжелые. И стоимость 1345 рублей. Производство это Россия. Рядом есть кастрюльки литые. Алюминиевые. Они идут на 3 литра. По бокам удобные ручки. Но если у вас маленькая кухня, будет, так сказать, жирать пространство. Стоит такая 1185 рублей. В наличии их очень много. Здесь у нас еще тарелочки. По бокам у нас цветочки. Многие писали, что данная посуда больше для дачи, не для квартиры. С таким дизайном. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Стоит данная тарелочка 75 рублей. И диаметр 19 сантиметров. Фарфор Китай. Рядом есть у нас еще тарелочки. Это уже у нас суповая. Стоит она 77 рублей. Такая вот глубокая. И данная тарелочка на 650 миллилитров. Идем далее. Из этой же коллекции есть и кружки с розочками. Материал точно такой же. Ручка, кстати, удобная. Очень удобно держать в руке. И стоит такая красота. Совсем недорого. Тарелочка 82 рубля. И здесь 330 миллилитров. Производство это Китай. За 229 рублей есть еще набор стаканчиков. Здесь 220 миллилитров. Сделаны они стекла. Снизу цветное стекло. Производство это Россия. Есть еще и другие вот стаканчики разных форм. В виде таких маленьких квадратиков. Полоску и квадратики. Очень необычно. Ранее только в полосочку видела. Еще вот такие вот кружечки. Многие писали, что быстро лопаются. Смотрите, кто-то уже разбил. Какая-то идет уже, видимо, с дефектом. Надеюсь, я не поранилась. Такая вот у меня опасная работа. Есть еще цвета фуксия. 49,50 стоит кружки. 340 миллилитров. Гибкое настольное покрытие. Называется жидкое стекло. Цвета мрамор. 285 рублей. Есть серое, черное. И с такими зелеными вкраплениями. На фоне светлого мрамора. Поближе показываю. Сделано из ПВХ. Размер его 120 на 80 сантиметров. Рядом заметила еще вот такие вот скатерти. Очень красивые. Обычно скатерти я не люблю. Уже не раз повторялось. Но вот такие вот красивые, с пальмами, светлые, с орнаментами. Мне понравились. 120 на 150 сантиметров. Погрешность 5 сантиметров может. Так что надо обращать на это внимание. Здесь получается только одна расцветочка. Хорошо, что есть такой вот образец. Можно пощупать, потрогать и другие варианты не открывать. Стоит такая 303 рубля. Производство это Россия. Набор зубных щеток. Очень бюджетных. Можно найти и в светофоре. Здесь целых 5 штучек и все имеют разные цвета. Очень удобно, не перепутать. И стоит такая красота 39 рублей. Производство это Китай. Ополаскиватель для рта 78 рублей. Здесь целых 1 литр. В основном писали плохие отзывы. Но бывало попадались и хорошие. Что покупают и нравятся. Есть еще в наличии крема для рук. И тела для всех типов кожи. Удобно, что есть дозатор. Чуть не пропустила новинку. Шампунь Дуру. 500 мл с маслом оливы и органы. Стоит 107 рублей. Вот такой вот большой бутыль. Ранее я видела уже шампунь Дуру. Но были другие у нас ароматы. Ароматизаторы. Дуру мне понравился шампунь. Но, конечно, немножко сушит. Обязательно нужен кондиционер или маска. 131 рубль. Тут у нас бальзам. Ополаскиватель. Блеск. Такой вот густой, смотрите. Я бы сказала, как 20% сметана. Комплекс 7 целебных трав. Давайте пройдемся немножко по магазину Маяку. Кастрюля эмалированная. 756 рублей. Очень такая большая. На всю семью хватит. Наверняка на неделю. Здесь 9 литров. Производство это Россия. Из этого же материала есть еще больше. Стоит 1464 рубля на 18 литров. Не знаю здесь, что можно готовить. Возможно, какие-то заготовки, банки стерилизовать. Если вы знаете, пишите. Огромное количество различных тазиков. Вот такой вот 159 рублей. Коричневые есть. Корзинка для мусора. Стоит бюджетно. 69 рублей. И выполнена вполне добротно. Красивый такой изумрудный цвет. Есть еще ковшики. 49,50. Только для холодных продуктов. Нельзя нагревать. Практически на 2 литра. 189 рублей. Сумка, рюкзак. Сделана из ткани. Смотрится очень хорошо и стильно. Не какая-то плащевка. Цена адекватная. 900 рублей. Тележка садовая. Такая вот удобная. Можно, думаю, даже и присесть. 38 литров. С другой стороны, тоже много интересных товаров. За 129 рублей банка для сыпучих продуктов. Сделана она из стекла. Это бренд Паша Бахче. Можно использовать как в пищевых целях, крупу, макарон, так и для мелочевки какой-нибудь. Если вы занимаетесь рукоделием. Овальная ваза. Салатник. 320 рублей. И вот такая вот у нас красота. Очень тяжелая. Одной рукой даже немножко тяжеловато держать. Производство это Россия. Идем рядом. Что еще интересное? 135 рублей форма для выпекания. Сделана она из алюминия. Называется кружево. Очень красивое название. Производство это Россия. Что очень радует. Идем далее. Тут у нас еще интересные крышки. Многие писали и объяснили, почему это дорогая крышка. Так как не надо будет покупать много разных диаметров. Так сказать, 3-4 в одном. Стоит такая 429 рублей. Подходит на 22, 24, 26 и 28 сантиметров диаметре. Тут у нас кастрюльки даже есть. Такая вот малышка. Удобно есть ручки. И также в комплекте есть крышка. Сделана она из стекла. Сейчас покажу. Какая стоимость данной красотки. 1569 рублей. Идет на 3 литра. В наличии есть еще жаровни. Диаметр 26 сантиметров. Тоже идет с антибригарным покрытием. Стеклянная крышечка. Вот она без упаковочки. Симпатюлька. Удобно тоже есть по бокам ручки. Чуть не забыла показать еще за 619 рублей набор кружек. Две штучки 300 миллилитров. Они идут с двойным стеклом. Очень такая популярная модель. Удобно, что есть такие вот ручки. Не просто стаканчики. Цена в принципе неплохая. Хотя я бы сказала, что в фикс прайсе будет подешевле. Что еще интересное по скидке. Рыжий ценник 154 рубля. Набор 3 бокала. Идут 360 миллилитров. Это фирма Паша Бахче. Такие вот красивые здесь сердечки. Мне кажется, можно даже и на подарок. Многие обрадуются. За 75 рублей есть еще в наличии баночки. Здесь 900 миллилитров. И есть разные совершенно картинки. Такие вот овощи, фрукты и прочие продукты, так сказать. Сейчас покажу по другим дизайнам, какие есть. Есть разнообразные орнаменты. Очень хороший ассортимент в этом маяке. Прям обрадовал. Есть еще за 75 рублей бульонницы. Такие с ушками. Прозрачно обычное стекло. Очень удобно. Все видно. Бывает вроде бы еще цвета дымки. Если я не ошибаюсь. В 85 рублей есть еще держатели для туалетной бумаги. Давайте пройдемся по магазину Маяк. За 200 рублей вот такое вот интересное приспособление для мяса, чтобы разрушать волокна. Три в одном. Здесь разные такие насадочки. И название такое вот интересное. Тендерайзер. Первый, если честно, слышу. И есть разные расцветки, рукоятки. Зеленые, бежевые. Еще в наличии различные за 267 рублей наборы контейнеров. Нежно-розовые. И также в зеленом цвете с оливками. На 1,1 литр и на 1,8 литров. Сделаны из пластика и смотрятся очень красиво. Значок пищевого пластика присутствует. Все хорошо. Идем далее. Что еще интересненькое. Это у нас растение декоративное, видимо. Кто-то выбирал и решил все же не брать. Насколько я знаю, оно стоит чуть дороже 100 рублей. Здесь у нас большой вок. Стоит он 1200 рублей сковородка. Очень глубокая, очень тяжелая. Если честно, мне было сложновато даже держать одной рукой. Со всех сторон показываю. Многие писали, показывают со всех сторон. Поэтому выполняю вашу просьбу. Есть сковорода и побюджетнее. 320 рублей. Вот такая вот небольшая, легкая. И диаметр у нее маленький. Она вроде бы не подходит для индукции. Написано для газа и электричества. Такая вот легенькая, хорошенькая. Цена приятная. Со всех сторон тоже показывай. По скидке есть сейчас еще сковородка ВОК летая. 1000 рублей. И диаметр ее 28 сантиметров. Она уже не такая глубокая. Но все же это сковородка ВОК. Здесь есть антипригарное покрытие. Что очень классно. За 242 рубля. Это у нас формы для запекания. Также есть набор корзинок. Но чуть попозже. Они прямоугольные, эти формы. Очень удобно. Сготовил. Пару раз готовил и выкинул. И набор корзинок 154 рубля. Буквально одна штучка осталась. Один наборчик. В наличии есть еще набор ножей. 339 рублей. Насколько я помню, они стоят 333 рубля. По крайней мере, пару недель назад. Или повысили цену, или я что-то путаю. Если вы знаете, пишите. Есть еще салатники. 259 рублей. Это люминарк. Очень глубокое блюдо. И сделано из опалового стекла. Еще в наличии салфетницы. Сделано из пластика. Всего лишь 30 рублей. Они только в одной расцветке. Беленькие, нежные. Мне понравились. Смотрятся очень изящно. Не сильно хлипкие, но, конечно, и не супер прочные. 339 рублей набор ножей. Только немножко уже другой наборчик. И мне кажется, они тоже стоили 333 рубля. Не знаю почему. Прям я запомнила. Так как очень такая вот ровная циферка. И, насколько я знаю, предыдущие ножи более качественные. Писали такие отзывы. За 400 рублей набор столовых приборов. Здесь 3 чайные ложечки, 3 вилки и 3 столовые ложки. Тяжелые, добротные, сделанные из нержавеющей стали. И цена вполне, мне кажется, адекватная. Идем далее. За 69 рублей какие-то тарелочки. Но здесь все запаковано. Никак не пробраться. Набор для ванной комнаты. Здесь 5 предметов целых. 189 рублей. Отличная цена. Сделана из пластика, подставка, мыльница, дозатор. Очень все удобно. 136 рублей сахарница с крышкой. Она сделана из стекла. Производство это у нас Паша Бахче. Точнее бренд Паша Бахче. Диаметр данной сахарницы 14 сантиметров. Цена хорошая. 76 рублей. Это у нас креманки. Тут у нас диаметр уже 13 сантиметров. Сделана из стекла. Смотрится очень хорошо. Рекомендую к покупке. Никаких обычных дефектов я не видела. Здесь у нас за 50 рублей стакан для виски. Мне кто-то написал в комментариях, что используют для мороженого. Кто-то писал, что в декоративных целях. У всех по-разному работает фантазия. 170 рублей. Это у нас кувшины. Довольно-таки часто их вижу. И писали, что слабое место это у них ручка. Быстро отваливается. 259 рублей. Это у нас набор стаканов. Они идут из стекла. 250 миллилитров. Такие вот хорошенькие. Снизу дно цветное. Еще новинка. 1159 рублей. Набор столовых приборов. Состоит набор из 14 предметов. Смотрите, какая красота. Такой вот эффект переливания. Мне особенно понравился. Насколько я поняла, это была суповая тарелочка. Есть еще вот такие вот мисочки. Очень красиво. Мне понравился данный наборчик. 189 рублей ваза. Высота ее 26 сантиметров. Сделана по принципу вот такого вот обычного стакана. Только, видимо, для гигантов. Смотрится лаконично, стильно. Рядом заметила и другие вот кружечки. Тоже цветное стекло. Точнее цветное дно. Есть зеленые, желтые, фиолетовые. Есть еще также голубенькие. Такая вот желтая мне особенно понравилась. Цвета солнышка. Рядом еще увидела за 79 рублей тарелки. Кому-то они нравятся, кому-то и нет. Но если спросить мое мнение, могли бы сделать розочки все же три. Две розочки не совсем, мне кажется. Камильфо, так сказать. Что вы думаете по количеству цветов на тарелке, на кружке. Будет интересно почитать. Есть еще кружки спортивной тематики. Сделаны из стекла. 59 рублей. Тут у нас нарисован такой вот мячик. Написано футбол. Это, конечно, для болельщиков больше. Мальчиков. Форма для запекания. 479 рублей. Сделана из опалового стекла. Такая вот маленькая лодочка. Думаю, для двух человек будет самое то. Но если у вас более двух, это, мне кажется, уже маловато. Еще у меня появился очень интересный вопрос. Вы обычно готовите на один день или на 2-3 дня, или на неделю, возможно. Будет интересно почитать в комментариях. Я люблю готовить на 2 или 3 дня, чтобы каждый день не стоять у плиты, а больше стараться делать вам видео, куда-то уезжать, показывать разные адреса. Поэтому больше времени я стараюсь уделять вам и моей, так сказать, работе. Облегчать вам поиск интересных товаров. Такие вот красивые еще тарелочки из опалового стекла. И за 786 рублей я заметила чайник. Называется Лысвинская эмаль. 3,5 литра. Красивые крупные ромашки здесь изображены. И, кстати, их здесь 3, не 2. Возможно, у кого-то есть детки, есть еще даже горшок в маяке. Корзина для белья 620 рублей. Сделана она из пластика. 32 литра. Такая вот хорошая, добротная имитация плетения. Понравился цвет такой нежный. За 500 рублей есть еще корзины плетеные. Серый тоже красивый цвет. Сверху есть крышка, но она, мне кажется, немного шатковалкая. Есть еще и другие корзины. 449 рублей. Они идут уже круглой формы. И сверху тоже такая вот легенькая крышечка. Мне кажется, тоже такая вот шатающаяся. 937 рублей корзина для белья. Она идет, но на 42 литра. Есть бежевая и коричневого цвета. Цвета молочного шоколада. Есть еще вот такие вот гибкие. 406 рублей. Они мне больше нравятся. Такие вот мелкие круглешочек. Здесь на 40 литров. Рассветка только бежевая, насколько я поняла. Есть еще плетеные корзинки. 729 рублей. Здесь целых 65 литров. Есть еще и поменьше. 349 рублей. Серенькие и бежевые. Также плетеные. В данном мейке очень хороший выбор различных корзинок. Я очень рада. 464 рубля мега бокс. Он идет по бокам с такими закрывашками. Вот мы видим. На 32 литра. Внизу есть такие вот колесики. 739 рублей детский стол. Он сделан из пластика. Только идет в желтом цвете. Размер его 72 на 50 сантиметров. Есть еще за 289 рублей настольное покрытие. Называется жидкое стекло с рисунком. Очень много различных споров видела в комментариях, что это не жидкое стекло, а гибкое и так далее. А размер его 120 на 80. Нежные такие розочки. 129 рублей тут у нас искусственное растение. Такой вот маленький кустарничек. Мне понравился. Выглядит вполне натурально. Можно поменять кашпо, если вам не понравился. Производство это Китай. 379 рублей набор мисок. Максимальный размер 1,7 литров. И имеют они круглую форму. Сверху крышка вот такая вот цветная. С такими овощами, различными фруктами. А уже внутри они самые обычные. Никаких рисуночков там нет. Немного скучно. 129 рублей разделочная доска. Сделана она из стекла. И здесь такой вот классный смайлик. Будет повышать настроение. Кто-то писал, что на стеклянных разделочных досок быстро тупеет нож. Не знаю, насколько это правда. У меня никогда... Не знаю, насколько это правда. За 25 рублей есть миски 1,3 литра. Сделаны они из пластиком. Такие вот розовые, красивые цвета Барби. И есть еще желтенькие. Мне они понравились. Хотя многие говорят, пластик это зло. Есть рядом кашпо 254 рубля. 4,2 литра. Имитация здесь камня. Хотя это сделано из пластика. Есть еще вот такие вот красивые белые глянцевые. Мне они все понравились по цветовой гамме. 209 рублей ваза для цветов. Имеют интересную такую форму. И с градиентом. Голубые, розовые, желтенькие. Интересны по дизайну, не правда ли? Идем далее. Что здесь еще интересненькое? 2299 рублей набор посуды. Это, насколько я понимаю, называется дымка. Блюдца, стаканчики. Все из этой оперы, так сказать. Еще есть кружечки. К сожалению, ценника я не нашла. Сделаны они из стекла. Держать данную кружку вполне удобно. Мне понравились данные кружечки. Вроде бы я нашла ценничек. Сбоку он 44 рубля. Кто ищет, то всегда найдет. Тарелочки из опалого стекла. Что еще здесь? Стаканы за 49,90. Сделано из стекла. Это бренд Паша Бахча. Очень красивое дно. Мне нравится. Данные стаканчики не выглядят на свою цену. Рядом есть еще различные баночки для хранения. Стоят они 79 рублей. Сверху красивая, милая крышечка. Нежный такой розовый цвет. Мне понравились. Крышки немного слабовато держат. Если честно. 109 рублей у нас различные соусники. Давайте отодвинем полотенчики. Это у нас тоже бренд Паша Бахче. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok